Всех рада снова приветствовать на своем канале и сегодня мы поговорим о сыворотках для комбинированной жирной и вообще проблемной кожи. У меня вы видите три сыворотки. Сыворотка Clorans Pore Control Avent Cleanance и третья сыворотка Caudalie Vina Pure Serum Slicilic. У меня кожа комбинированная, чувствительная, склонная к появлению жирного блеска, особенно в жаркое время года. Приобрела эти сыворотки, чтобы протестировать их до лета. Итак, начнем с самой провальной сыворотки. И как ни странно, ею оказалась сыворотка от Clorans. Сыворотка представлена в пластиковом флаконе красивого бирюзово-зеленого цвета. Флакон не стеклянный и не видно фактического расхода. Дозатор работает хорошо. Сама текстура больше напоминает флюид. Легкая, почти невесомая, средней консистенции. Легко распределяется благодаря силикону в составе. Если всмотреться, есть легкий жемчужный отлив за счет мельчайших частичек шиммера. Аромат приятный, ненавязчивый. После нанесения кожи нелипкая, приобретает матовость и особенную бархатистость, которую дает Димитикон. На этом, к сожалению, позитивные моменты заканчиваются. Пользуясь им уже около месяца, не заметила абсолютно никакого положительного эффекта. Вообще, данное средство сложно рассматривать как уходовое. Поры не сужают и дают лишь косметический эффект заблюривания, благодаря Димитикону и силиконом. Если вы смоете сыворотку, вся прелесть красивой и гладкой матовой кожи пропадет. Кроме того, сыворотка предполагает использование поверх крема. Что с этим средством нереально. Особенно для жирной кожи получите слоеный пирог. Мне поры не забил, так как пользуюсь регулярно очищающим гелем и масками с глиной и кислотами. Поэтому у меня редко какое-либо средство может забить поры. Но каждая проблемная кожа индивидуальна и по-разному реагирует на силиконы в составе. И если ваша кожа чувствительная или есть акне, или какие-то воспаления, пленка из Димитикона поверх может усугубить проблему. Не советую к приобретению в качестве уходового средства. Как праймер под макияж подойдет. Но поскольку это не уход, то считаю цена на продукт сильно завышена, учитывая отсутствие эффекта. Следующая сыворотка от Кадали, Вина Пьюр с силициловой кислотой. Упаковка добротная, флакон увесистый, из матового стекла. Дозатор хорошо работает. Чтобы дозировать средство, нужно носик повернуть чуть в сторону. Сама текстура сыворотки достаточно легкая и немного гелеобразная, мутного цвета. В аромате слышны ментолово-цитрусовые травяные нотки. В принципе отдушка приятная, освежающая. Наносится и распределяется легко, но за счет вот такой вот чуть гелеобразной консистенции создается впечатление, что останется пленочка на лице. И здесь главное не переборщить. Флюид быстро впитывается и после абсолютно не ощущается. Поверх него также могу нанести крем. Это абсолютно не вызовет жирности. И использую как соло средство под макияж. Не конфликтуют с другими косметическими средствами. Какой же эффект обещает производитель получить благодаря этой сыворотке? Давайте посмотрим. Возвратить здоровое сияние кожи без жирного блеска, очистить ее, сузить поры, выровнять текстуру, уменьшая тем самым несовершенством. Мне сыворотка понравилась. Работающий продукт продлевает матовость в течение дня. И вообще кожа стала чище и свежее. Входящая в состав силициловая кислота кожу не пересушила. И кроме того, как говорит нам производитель, сыворотка, несмотря на наличие силициловой кислоты, не повышает чувствительность кожи к воздействию солнечных лучей. Если вы обладательница жирной или комбинированной кожи, склонны к высыпаниям черным точкам и сбыточному блеску в Т-зоне, данная сыворотка вам действительно подойдет. Ну и третья сыворотка, которая тоже показала себя с хорошей стороны, это корректирующая сыворотка аптечной марки Aven Kiennes Woman. Пластиковый флакон, кажется, чуть больше остальных, но объем у него такой же 30 мл. Неприятность у меня приключилась с дозатором. С самого начала он очень плохо работал, не дозировал. Можно было раз 10 нажать и ничего. Потом я сообразила потрясти флакон, и только после этого получилось добыть крем. И такой танец с бубнами происходит каждый раз. Текстура сыворотки легкая, полупрозрачная, при нанесении быстро впитывается и дает матовость лицу. Имеет приятный свежий косметический аромат. И если отвлечься от неудобства с дозатором, могу сказать, что сыворотка мне понравилась. Хорошо матирует лицо, не блестит в течение дня, сужает поры, ощущение, что она их высветляет и стягивает. В то же время нет чувства, что кожа пересушена. Подойдет для чувствительной кожи, оказывает успокаивающие действия благодаря термальной воде. Кроме того, в составе также присутствуют кислоты, гликолевая и молочная, которые оказывают мягкий пилинг кожи, делая ее более ровной. Для проблемной кожи, но чувствительной и реактивной, идеальный вариант. А продукты каких марок для проблемной кожи нравятся вам? Пишите в комментариях. Спасибо за ваше внимание и пока-пока!